Спонсор выпуска новостей – салон красоты Бабар Бьюти Спа. Здравствуйте! Время новостей на канале «Саратов-24». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чём пойдёт речь. Как построить? Все дороги размыты. Застреваешь, убиваешь машину. Не подвезти ничего. В Энгельсе многодетным семьям выделили земельные участки для строительства жилья без коммуникаций. Обнаружили тайный проход. Специально кто-то засыпал. Не хотел, чтобы весь мир узнал. Во время коммунальных работ у консерватории строители наткнулись на уникальную находку. Просят помочь. Чем лучше он воспримет базовую информацию, тем легче ему будет в дальнейшем развиваться. Саратовская семья обращается в благотворительные фонды, чтобы их ребёнку помогли слышать. Какая погода на дворе будет в пятницу 23 августа? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Нет ни газа, ни воды, ни дорог. В Новопушкинском Энгельском районе многодетным выделили землю без коммуникаций в чистом поле. На некоторых участках семьи пытаются построить дома, вопреки всем неудобствам. Таких смельчаков набралось около двух десятков. Многие же решили продать свои участки. Надежда Нойкова выяснила, получит ли многодетный доступ хотя бы к воде. Все дороги размыты, застреваешь, убиваешь машину. Не подвезти ничего. Ни материалов ничего. Дома со всеми неудобствами. Только такие и можно возвести в Новопушкинском, что в Энгельском районе. Здесь нет ни воды, ни газа, ни дорог. Шесть лет назад почти четыре сотни участков многодетным семьям выделили без коммуникаций. Алина Доставалова стала одной из тех, кто получил землю. Тут было просто чистое поле, поделенное на участки. Больше ничего здесь не было. Свет начали подводить нам в 2017 году. Семей 20 строят. И то, те, кто достроили, может быть, семей 10 наберется. Построенные дома. Остальные у всех все в процессе. Потому что ни воды нет, ни газ, ладно, некоторые даже свет еще в процессе подключения. Потому что не всем столбы поставили. Оказалось, что за подведение газа и воды платить многодетным придется из своего кармана. А это от десятков до сотен тысяч рублей. Для семьи, где несколько детей, это серьезные деньги. Здесь по плану у нас кухня и ванны. Семья Людмилы Роговой, вопреки всему, почти достроила дом на выделенном участке. Женщина, говорит, ее муж и старший сын сделали все своими руками. Теперь решают, какой котел ставить. Ведь до сих пор неизвестно, будет ли в поселке газ. Мы строимся с 13-го года, с апреля 13-го года. И так как у нас четверо детей, все подрастают, да, и хочется, конечно, как можно быстрее въехать сюда. Потому как все, что делалось, сделалось исключительно своим трудом, без даже света. В администрации Энгельского района сетуют на то, что многодетные не проявляют инициативу. Хотя в какие инстанции те только не обращались. Теперь, оказывается, им надо подать заявки в водоканал. Мы могли бы обеспечить их просто колонками, допустим, да, для того, чтобы иметь возможность, там, брать воду, использовать ее и в бытовых целях, соответственно. Ну, а что касается строительства, там, естественно, или привозная, или также может быть использована и вода. Ну, вот этот вопрос на сегодня готов водоканал решить. Но я еще раз говорю, что для этого нужно обращение соответствующее. Но одна колонка ситуацию не сильно исправит. Участки разбросаны по большой территории. И где именно ее установят, неизвестно. Многие многодетные уже опустили руки. Почти треть участков здесь продали за копейки. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Власти задумались о возрождении воздушной гавани в Балаковском районе. На заброшенном аэродроме побывал депутат Госдумы Николай Панков. Со специалистами он оценил его состояние. Парламентария также интересовал вопрос собственности земли в районе аэропорта. Оксана Лючева узнала, имеются ли препятствия для реконструкции объекта. Вот так сегодня выглядит Балаковский аэропорт. Еще 30 лет назад его обслуживали 600 человек. В штате было 200 летчиков. Самолеты отправлялись в Москву, Петербург и Одессу. Воздушная гавань действовала со второй половины 20 века. В 1994 году был совершен последний рейс. В связи с положением в стране в 1994 году начался распад. Акционерное общество пришло в упадок. После этого конкурсный управляющий, продажи имущества. И за долги самолеты отдали, продали. Сегодня есть шанс возродить воздушную гавань. С такой инициативой выступил председатель Госдумы. На открытии аэропорта «Гагарин» Вячеслав Володин предложил подумать о реконструкции заброшенного Балаковского аэродрома. Сегодня обсуждали вопрос, который, возможно, новый для Саратовской области, но неожиданный, исходя из задач, которые ставит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Развитие региональной авиации. Речь идет о строительстве аэропорта в Балаково. Мы считаем, что этот проект вполне реализуем. И надеемся вместе с губернатором его реализовать также в ближайшее время. Сразу после этого депутат Госдумы Николай Панков с местной властью и специалистами в области авиации осмотрели весь комплекс аэропорта, чтобы обсудить перспективы его реконструкции. Как выяснилось, земля под объектом полностью находится в федеральной собственности. Если вдруг будет реконструкция аэропорта, чтобы земли были уже у государства, чтобы мы понимали, чтобы не получилось, как с саратовским аэропортом. Когда только сказали, что планируется аэропорт 14 лет назад, сразу начали выкупать землю в частную собственность. И федеральному центру предложили стоимость земли, фактически равная со стоимостью взлетно-посадочной полосы. Специалисты отметили качество взлетно-посадочной полосы. Она позволяет принимать самолеты до 180 тонн. Здесь садились Ту-154 и Ил-76. Полоса здесь уникальная. Она здесь не из плит, а она цельная и нарезанная температурные швы. То есть мощь ее исключительная. Николай Панков поручил местным властям наложить обременение на землю и готовить проект реконструкции воздушной гавани, так как ограничений для возрождения аэропорта нет. Оксана Лючева, Максим Пустова, Саратов-24. Раскопали проход в Саратове. Продолжается ремонт проспекта Кирова. Сейчас рабочие меняют ржавые трубы. Затем будут укладывать новую плитку. Старую уже сняли. Выкидывать ее не собираются. Уложат в других точках города. Также рабочие обнаружили при раскопках тайный проход. Его на плане не было. Куда ведет галерея, выяснил Роман Базан. Он пообщался со специалистами. В центре города уже с начала недели не смолкая техника. Строители ремонтируют проспект Кирова. Начали со стороны Радищево, консерватории. И дальше уже сняли плитку и ливневки. А рядом с театральной площадью, там, где Радищевский сад, убирают старые деревья. О масштабной реконструкции Саратовского Арбата заговорили еще в конце апреля. И вот уже приступили. На это выделили порядка 230 миллионов рублей. Это такое место, которое нужно сделать ночью, чтобы быстро за неделю всех рабочих прислать сюда и сделать. Но не растягивать на все лето. Ни с ребенком проехать, ничего. Ни к магазину не подойти, ни к дому не подойти. Ну, это вообще кошмар какой-то. От Радищева до Горького. Это в плане КВС. Подключений очень много здесь получается коммуникации. И у нас он самый сложный. Здесь и фонтан находится, и площадь здесь больше всего. Остальные участки более полномерные, они более ровные. Поэтому вот самые сложные участки. Ну, естественно, начало работы, оно всегда связано с небольшими неполадками, изменениями. Итак, что будут делать? Поменяют всю плитку, установят современное уличное освещение и различные архитектурные формы. Кроме того, специалисты водоканала меняют по всему периметру подземные коммуникации. Так, в консерватории вырыли котлован и обнаружили подземный проход из кирпичной кладки. Специалисты считают, что он тайный, ведь о нем никто и не догадывался вовсе. Угол поворота, получается, был у бункера. Вело в сторону памятника Чернышевского. А высота его в человеческий рост. То есть он арочкой вверх выложен был. Красный кирпич крепкий достаточно. Засыпан песком. А, то есть там внутри песок? Да, внутри песок. То есть это либо специально кто-то засыпал, не хотел, чтобы весь мир узнал. Но, ну, как говорится, может дальше будем что-то строить, узнаем правду. Неудобства испытывают и автолюбители. Проезд машин на время реконструкции проспекта ограничили. Исключение сделали только для автомобилей и экстренных служб и тех, что подвозят продукты в магазины. Кстати, появится на проспекте Кирова и новый фонтан, а вот все работы обещают завершить уже к 15 октября. В этот день как раз таки собираются приступить к другой масштабной стройке в Саратове – Трофимовский мост. Роман Базан, Олег Береков, Саратов-24. Ответили на все вопросы. На Славянской площади сотрудники полиции организовали приемную для граждан. Там они отвечали на все интересующие вопросы и принимали письменные заявления. Люди шли с проблемами о шумных мотоциклистах, дорожных знаках и ремонте покрытия. Подробности встречи сотрудников полиции и горожан расскажет Анна Заболуева. Сотрудники городской полиции провели встречу с саратовцами на Славянской площади. На все интересующие вопросы автолюбители ответил и Андрей Чепурной, начальник управления Министерства внутренних дел по Саратову. Основные вопросы – это обращено внимание на безопасность дорожного движения, на дисциплину водителей. Основная цель нашего мероприятия – обратить внимание на дисциплину водителей, потому что складывающаяся на сегодняшний день оперативная обстановка. Можно сказать, что сотрудники безопасности дорожного движения выявили 1200 административных правонарушений. Подобные встречи руководство полиции устраивает не в первый раз. Сегодня для саратовцев работало сразу несколько линий, где начальники подразделения отвечали на различные вопросы. К примеру, у сотрудников госавтоинспекции интересовались о том, как бороться с шумом от мотоциклов в ночное время, а также о том, законно ли то, что многие горожане закрывают номерной знак. Некоторые даже приносили стопку бумаг с официальными ответами с различных инстанций. А вот у Владимира Золотухина было сразу несколько вопросов, касались они как организации автомобильного движения, так и проблем качества дорог. Проезжая мимо и имея информацию, то, что здесь, как говорится, обсуждают дорожные движения, но, может быть, не совсем по теме, обратился с изменением, может быть, знаков, приоритетов при спуске с Энгельского моста в сторону Волги по ремонту деформационных швов, когда на мосту Саратов-Энгельс. Помимо личного общения с сотрудниками полиции, саратовцы могли написать заявление. После им дадут письменный официальный ответ на интересующие вопросы от ведомства. Анна Заболуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Прервемся на рекламу и прогноз погоды, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Беспокоят кредитные проблемы? Не можете найти выход? За долги перед банками забирают последние. Росбанкрот поможет решить кредитные проблемы. 42-51-51. Генеральный спонсор прогноза погоды компания Росбанкрот. Росбанкрот. Начни новую жизнь без долгов и стресса. Телефон в Саратове. 42-51-51. Здравствуйте. В пятницу 23 августа в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Днем до плюс 33 градусов, а ночью до плюс 17. В Саратове и Энгельсе солнечный и также порывистый ветер. Температура днем до 29, а ночью до 19 градусов выше нуля. Атмосферное давление около 759 миллиметров ртутного столба. Вода Волги плюс 22. По приметам, если в этот день сильная жара или сильный дождь, то так будет долго, всю осень. А в салоне Меха госпожа Метелица сезонные скидки. Не пропустите. Улица Степана Разина, 54. Всем всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Госпожа Метелица, здесь вас ждет огромный выбор шуп и дубленок. Летние скидки. Добро пожаловать в царство Меха. Улица Степана Разина, 54. Действует кредит. Продолжаем знакомиться с новостями. Работаем в прямом эфире. Российские инженеры создали экологичный бетон. Об этом пишет ТАСС. Ученые рассказывают, что для создания такого состава необходимо использовать щебень, песок, цемент и воду одинакового геологического происхождения, а также из одной географической области. Таким образом, он не растрескивается, не пропускает воду и устойчив к морозу. Кроме того, темпы строительства при его использовании вырастают до четырех раз, а прочность состава примерно в три раза выше, чем у традиционной бетонной смеси. О других событиях глазами федеральных журналистов нашей рубрики «Новости страны». В Госдуме предложили снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей. Депутаты предлагают уменьшить ставку с 13 до 4%. По их мнению, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Об этом пишут известия. В парламентарии предложили провести подобный эксперимент в тех регионах, где многодетные семьи находятся в трудной ситуации. Например, в Хакасии, Забайкалье и Курганской области. Напомним, по данным правительства страны, сейчас более 50% многодетных семей в России живут за чертой бедности. Потерявшуюся в Нижегородской области девочку нашли живой на четвертые сутки. Малышку искали в лесу более тысячи человек, пишет РТ. Зарину нашли поисковики в двух километрах от дома. Оказалось, что все это время рядом с ребенком бродила взрослая медведица с медвежонком. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Напомним, пятилетняя Зарина пропала в воскресенье недалеко от села Степановка. Девочка вместе со взрослыми пошла в лес за грибами, а после возвращения домой она отправилась в лес самостоятельно. Сегодня мой первый космический полет. И сегодня день государственного флага России. Страны, где я создан. Робот Федор на борту корабля «Союз» поздравил россиян с днем государственного флага России. Об этом сообщают РИА Новости. Федор произнес поздравительную речь, где упомянул, что российскому флагу исполнилось 350 лет. Также с праздником россиян поздравили космонавта Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Напомним, Федора отправили в космос сегодня рано утром. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа. Поздравляю россиян с днем государственного флага России. С праздником, друзья! Попасть в мир звуков для детей, которые слабо слышат или живут в полной тишине, сделать это дорогого стоит. В рамках государственной помощи им выделяют определенную сумму, которой недостаточно для покупки современного многоканального слухового аппарата. А дешевые аналоги малышам подходят редко. Надежда Новикова о судьбе маленького музыканта, который мечтает услышать все звуки. Змея обвилась. Сейчас он читает книгу, а может читать и по губам. Только так мальчик понимает, что ему говорят. Восьмилетний Александр Пивень практически ничего не слышит. У него нейросенсорная тугоухость третьей степени. Саша, тебе в школе что нравится? Какие предметы? Математика. У тебя какие оценки? 5, 4, мин 4, 5. Ну это хорошо, хорошие оценки. Три года назад родители с помощью друзей и знакомых смогли приобрести многоканальный слуховой аппарат. Стоил он более 100 тысяч рублей. Но это того действительно стоило. Мальчик смог пойти в обычную школу и даже начал заниматься музыкой. Когда мы первый раз установили, у нас все, даже медики, как бы даже немножко плакали, потому что Саша ходил очень долго. У нас потом он очень долго еще где-то с полгода слушал, как течет вода. То есть он этого никогда в своей жизни до пяти лет не слышал. Он мял бумажки специально, потому что он не слышал никогда этого звука. Этим летом аппарат пропал. Возможно, его даже украли, когда мальчик оставил вещи без присмотра. Так Саша еще раз потерял возможность слышать. Как особенному ребенку ему полагается бесплатно слуховой аппарат в рамках государственной поддержки. Но самый простой, одноканальный, а уже есть более высокотехнологичные модели. По мнению экспертов, ребенку лучше пользоваться именно ими. Чем отличаются современные аппараты высокотехнологичные, многоканальные? Тем, что речевой сигнал приподнимается, разбивается на слоги, и между слогами вычищаются все шумовые составляющие, все неречевые составляющие. А внутри слогов достаются фонемы, отвечающие за разборчивость речи. И речь становится яркой и контрастной. Для ребенка это особенно важно, потому что у него идет познание мира, восприятие информации. И чем лучше он воспримет базовую информацию, тем легче ему будет в дальнейшем развиваться. Саша, пойдем пить чай. Пойдем? Сейчас родители Саши обращаются в различные благотворительные фонды за помощью. К сожалению, от некоторых уже получили отказы. Но семья надеется на лучшее, ведь скоро у Саши начнется новый учебный год. И к занятиям музыкой мальчик тоже очень хочет вернуться. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. И последнее. Решил сделать бизнес на кукурузе. В сети появилось фото и видео необычного предпринимателя из Саратова. Мужчина за большие деньги продает кукурузу, которая якобы собрана с поля, где совсем недавно совершил жесткую посадку самолет А321. Рядом с ценником бизнесмен подписал. Та самая кукуруза. Стоит она совсем недешево. 500 рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости. По словам пользователей, продавец оправдывает такую цену целебными свойствами початков. Как у саратовца оказалась кукуруза с поля в Подмосковье – загадка. Меня вдохновил подвиг двух пилотов, которые спасли целый самолет. Я надеюсь, что в будущем снимется фильм об этом поступке. И все деньги, вырученные с продажи той самой кукурузы, я передам в поддержку этого проекта. И о главном к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Одежда ведущего предоставлена магазином «Брайтман». Спонсор выпуска новостей – салон красоты «Бабар Бьюти Спа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова